Прежде чем машинам переехать на другую сторону когда-то маленького лесного ручейка, а теперь мутного бурного потока, его глубину тщательно проверяют. Меры безопасности не лишние. Уж очень много автомобилей за последнюю неделю буквально смыло стремительным течением. А преодолевать водные преграды по мостам, возможно, не везде. Большинство из них разрушены. И такая картина практически во всех северо-восточных районах Приморья. Особенно Кавалеровский район, Дальнегорский городской округ, Тернейский район, Ольгинский район, Лазовский район. В населенных пунктах, конечно, дороги в удручающем состоянии, вы сами это видели. И здесь краевым службам придется помогать муниципальным образованиям, это без сомнения, для того, чтобы максимально быстро восстановить разрушенные участки дорог. В первый же день после ухода циклона краевые власти бросили все силы на восстановление транспортного сообщения с отрезанными населенными пунктами. Это Кавалеровский район. Разрушенный мост изолировал сразу несколько сел. Сюда направили инженерное подразделение Восточного военного округа. Мы военные успели сделать, они, правда, быстро, за световой день, часов за 8. Они сделали вот перед нами мост, положили два понтона. Огромное спасибо им. Напряженность снята в поселении, в зеркальном самом поселке. Пострадала не только транспортная инфраструктура края. Многие сельские жители лишились урожая. Мы с вами воочию видели, что ущерб достаточно серьезный. Очень сильно пострадали, конечно, и граждане. Это, прежде всего, подтопленные дома, подтопленные подворья. И, соответственно, мы теперь обязаны просто максимально быстро выполнить поручение губернатора о компенсации. Первые выплаты компенсации начались в селе Кокшаровка. Губернатор поручил главам районов как можно быстрее составить списки пострадавших с перечнем полученного ущерба. Приморцы, у которых затопило огород, получат по 10 тысяч рублей. Материальная компенсация для владельцев застигнутых стихией домов составит 25 тысяч. Владимир Клюшников, Игорь Белый, Панорама. Должна быть сейчас и ледяная.